В Акасии по мнению специалистов немного проще, чем в других регионах войти в бизнес. Во-первых, меньше конкуренция, многие секторы и вовсе не охвачены. Во-вторых, уже несколько лет в нашем регионе действует правительственная поддержка. В виде грантов до 3 миллионов рублей. Деньги можно пустить как на открытие, так и на развитие собственного бизнеса. Представим такую ситуацию. Стартовый капитал и все необходимые документы у вас в кармане, идей много, но вы не знаете, с чего начать. С такой ситуацией еще два года назад столкнулся Василий Кудашов. Сегодня директор небольшого консервного завода в Абакане. Создавать производство – это высший пилотаж. Это и очень сложно, и очень трудно. И без поддержки государства создать с нуля предприятие, я думаю, наверное, практически невозможно. Поэтому мы трижды уже получали гранты. Первый раз от Минселькоза на приобретение оборудования. Второй раз от Минэкономики на субсидирование лизингов платежей. Вот этот автомобиль взят в лизинг, в том числе за субсидии. И Министерство экономики нам выделило грант как начинающему предприятию. Благоприятный климат Хакасии – огромный потенциал для перерабатывающих предприятий. Консервному заводу в Абакане скоро исполнится три года. Он крепко стоит на ногах и претендует на новый грант в три миллиона рублей. Деньги нужны увеличить объемы производства, освободить процесс отручной работы и в то же время расширить штат сотрудников. Одно из главных условий выигрыша не только предприниматель. Отдача от такого сотрудничества с правительством должна быть ощутима на практике. В случае с переработкой овощей, рядовые потребители смогут сэкономить на готовой продукции. Ведь сегодня цена складывается из рабочих расходов, а их можно сократить. Завод расположен на окраине города и сегодня арендует помещение. Часть овощей, которые идут в переработку, выращивают сами, в тепличном. Остальное закупают у жителей Хакасии. В итоге на транспортировку продуктов уходит много средств и времени. От этой графы расходов можно будет избавиться, как только построят новый цех по переработке. Буквально по соседству с собственными теплицами. В больших объемах получится скупать и у населения. Мы можем помогать и населению у него принимать овощи, и корни плоды, и плоды. И селам сотрудничать с ними по постоянным поставкам овощей. Из их овощих хранилищ, из их полей, ферм. Один консервный завод перерабатывает в среднем 20 тонн в месяц. Это при ручной работе. С покупкой нового оборудования объемы увеличат в разы. Продукцию уже закупают не только в Хакасии, но и в соседних регионах. Кроме перерабатывающих предприятий, в очередь на гранты сегодня стоят и организации, и строительные отрасли, транспортные компании, десятки предпринимателей. К примеру, в Абакане к модернизации готовится хлебозавод. В Бейском районе – кирпичный завод. В поселке Шира за счет государственных средств надеются повысить энергоэффективность при производстве муки. Однако на деле из всех претендентов поддержку получат лишь те, кто заинтересован идти на партнерство на взаимовыгодных условиях. Все это дает в Хакасии новые рабочие места, налоги. Кстати, наш малый и средний бизнес по объему отчислений в бюджет по итогам прошлого года уверенно сработал с плюсом. Их доля отчислений в доходную часть бюджета приближается к миллиарду рублей. Для сравнения, в 2009 году она не превышала 600 миллионов рублей. Поощрение не только финансовое, но и моральное за высокое качество услуг. Совет по экономическому развитию при главе Хакасии отметил и предприятие Республики лауреатов международного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири». Среди них не только бизнес-партнеры, но и государственные учреждения. Тем временем Совет по экономическому развитию готовится рассмотреть новые проекты-идеи, оценить их эффективность, а в случае положительного решения – перечислить гранты. О тех, кому повезло получить столь щедрый подарок, мы расскажем в следующих выпусках программы «Большие деньги». Смотрите нас в субботу ровно через неделю в это же время. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!